Часто из уст гостей города можно слышать, что Брест – европейский город. На улицах чистота и порядок, газоны пострижены, тротуары выложены красивой плиткой. Но многие коренные брещане воспринимают эти слова не более чем лестный комплимент, потому как воочию видят белые пятна города над Бугом. Отсутствие урн в некоторых точках областного центра заставляет задуматься, неужели их так тяжело туда поставить. Вы выбрасываете мусор в урну или мимо? В урну. Всегда? Да. А вот сталкивались с такой ситуацией, что идете по городу, нужно выкинуть мусор и негде? Ну, иногда есть, но я беру, ложу в карман и иду до ближайшего мусорника. А где такие места территориально по городу? Можете вспомнить? Ну, в основном это на таких жилых районах, где мало людей проходит. Бывали такие места, когда идете по городу и просто некуда выкинуть? Да, да, таких мест много. Где, например? Например, на набережной. Очень большие промежутки, когда ты просто... Я, конечно, прошу прощения за откровенность, но у меня собачка. Ну, и я за собакой своей тоже упираю. Я считаю, что это правильно. И вот я собрала это все в пакетик. Я с этим пакетиком могу гулять очень длительные промежутки дороги. Очень длительные. Это может быть набережная. Это могут быть... Как оказалось, брещане в проблеме нехватки уличных урн не одиноки. Гости города также сетуют. С аналогичной проблемой можно столкнуться в любом уголке страны. Вы вообще из Бреста? Нет. Нет, мы из Минска. В Минске дела с мусорками тоже обстоят, так не везде, да? Ну, зависимо от района. В каком районе проживается. Ну, в центре, естественно, везде мусорки будут стоять. Где-то, не знаю, тракторный завод там или автозаводская, то там как-то не очень обстоят дела. В городском ЖКХ, как таковой, мусорные проблемы не видят. На балансе города закреплено достаточное количество урн. Обращений с жалобами от горожан не поступало. А скопления мелкого мусора посреди улиц обнаружено не было. Как таковой проблемы, по-моему, не существует. Сегодня у нас на балансе коммунального предприятия «Коммунальник» больше 2100 штук урн. Они установлены, как правило, на центральных улицах города. В первую очередь, остановки, переходы. Если говорить об урнах, которые должны быть установлены на входе в торговые объекты, то здесь дела обстоят сложнее. Собственники не всегда спешат их устанавливать, и дело вовсе не в стоимости. Таким образом, некоторые торговые точки нарушают законодательство. Есть положение, что торговые предприятия, все должны быть обеспечены урнами или местами, куда люди могут выбросить свои бумажки, отходы, как угодно. То есть, все улицы, на которых расположены торговые точки, эти предприятия должны иметь возле входа в урну. Этой проблемой занимается администрация районов. Они проводят постоянную работу. Управление торгового не говорит с полкома еще. Они проводят постоянную работу, чтобы взять улицу Советскую в обязательном порядке, чтобы возле каждого предприятия торговли было урна. Торговые объекты, они не сильно спешат соблюдать установленные требования, должную санитарную обстановку поддерживать на территории города. У нас возникают и премии тоже, мы вносим предписания, субъекты хозяйства не сопротивляются, не хотят устанавливать, но в целом, если оценивать, то все все равно потом устанавливают, понимают их значимость для того, чтобы поддерживать должную чистоту в городе. Есть и такие торговые объекты, которые сопротивляются урнам очень долго, и тогда дело может дойти даже до суда. Каждый из нас время от времени сталкивается с уличными мусорными урнами. Чеки, талончики, обертки, все это цивилизованный человек не должен кидать где попало. Но так не всегда получается, ведь не везде в шаговой доступности можно встретить урну, говорят брещане. Посмотрим, как обстоит с этим дело в центре города. Пройдясь по Брестскому Арбату, выводов на эту тему можно сделать несколько, причем как положительных, так и отрицательных. На Пешеходной Советской картина такова. Посреди улицы много газонов и малых архитектурных форм, да и урн хоть отбавляй. Но на входах в магазины и учреждения они попадаются гораздо реже. Только половина всех торговых объектов на Советской оснащена уличными урнами. Остальные то ли не в курсе этого положения, то ли просто его игнорируют. Но специалисты Центра гигиены и эпидемиологии утверждают, мало только установить урны. Нужно еще и своевременно их очищать, что тоже не всегда происходит. Причем вопрос чистоты касается и урн на остановочных пунктах. И эта проблема всегда под контролем. У нас еженедельно по средам организовано дежурство, мобильная такая группа при ЖЭСах. Специалисты нашего центра, они закоплены за каждой территорией города, они вместе с представителями ЖЭСов организовывают такой рейд по территории и направляют субъектам хозяйствования и на объекты, то есть предписание и рекомендация о выполнении нарушений, то есть поддержание должностного санитарного порядка. И если мы видим, что где-то не видно положительной динамики, как бы урны, ну всегда, как бы каждую неделю приходишь, а там всегда мусор, как бы урны переполнены, нет должного порядка, то да, уже принимаются административные меры в отношении субъектов хозяйствования, составляются протоколы и вносятся постановления административных правонарушений. Ситуация с урнами в городе неоднозначна. Есть виновники, предусмотрено и наказание. А жителям и гостям областного центра остается лишь быть цивилизованными. И если на пути не встречается урна или она переполнена, культурный человек не выбросит мусор на землю, а донесет до следующего мусорного бака. И это уже вопрос совести, а не буквы закона. Мирослава Коваленко, Эдуард Бакунович, Павел Малошонок, телекомпания БУК-ТВ.